Друзья, всем привет! Продолжаю тему моих инструментов и сегодня поговорим о шлифовальных станках. И сразу стоит сказать, что все 9 лет работы с древесиной я использовал всего три типа шлифовальных станков, причем шпидельный станок бывает в деле очень редко и по сути только во время доработки криволинейных деталей после ленточки или лобзика. Но его можно воссоздать на сверлильном станке посредством самодельного барабана с наждачкой, о чем есть масса видео в интернете. Тут конечно есть осцилляция, но в целом штука заменяемая и пережить без него вполне себе можно. Другой момент это тарельчатый или круглошлифовальный станок, кому как ближе, и это пожалуй самый универсальный аппарат, который выполняет массу задач. Во времена активного фанерного станкостроения, когда у меня была лишь пара базовых станков, я делал такой станочек сам из какого-то синхроника. Станочек получился очень удачным и в принципе имел все фишки, которые бывают на таких станках. Один минус, что двигатель имел вдвое большие обороты, чем используется на логичных станках такого типа. Соответственно, какое-то время я пользовался им и довольно частый вопрос под миллионным видео был про метод крепления наждака. Некоторые устойчиво советовали применить липучку, что противопоказано такому типу оборудованию. И все дело в том, что рабочий столик, как правило, придвигается к тарелке максимально близко, а деталью мы при обработке надавливаем. Соответственно, если абразивная поверхность будет хоть сколь мягкой, довольно быстро получится задир и наш абразив затянет между столиком и тарелкой. Поэтому так же, как и на заводских решениях, наждачка тут крепится на твердую поверхность и отлепляется строительным феном. В моем случае, когда диаметр тарелки был нестандартный и вырезать абразив пришлось из листа, я клеил все на двусторонний скотч, что тоже рабочий вариант. А всякие там липучки – это история только для ручного инструмента, для придания деликатности обработки. Позже, когда я подсел на токарку, в большей степени сегментный, у меня появилось сразу два шлифовальных станка. Тарелчатый чугунный с диаметром 300 мм, который мне подарил Юрий Чалов, и глубоко бэушный младший брат барабанно-шлифовальных станков 10-20. Тарелчатая штука распространенная и понятная, а вот барабанник в то время была экзотиком. Принцип работы там довольно простой и похожий на рейсмус, но в отличие от рейсмуса есть автоподача реализованной транспортерной ленты с отдельным двигателем, а на валу у нас абразивная лента, вращающаяся навстречу движению заготовки. Танки такого типа консольные и могут обрабатывать заготовки вдвое шире рабочего вала в два прохода с разворотом. Оттого и цифры в модели говорят о ширине обработки в один проход и в два прохода соответственно. То есть 10-20 это 10 дюймов, то есть 256 миллиметров, и 20 это то есть вдвое больше. Соответственно опусканием консоли и скоростью подачи транспортера мы задаем уровень с его материалом. На старом 10-20 еще не было никаких систем обратной связи и все приходилось настраивать методом последнего приближения к заготовке, чтобы не снять чуть больше чем нужно и не сжечь ленту. Ну, собственно, про всякие обратные связи будет чуть позже. Пиление сегментов штука тонкая и для того, чтобы все сходилось с аккуратными тонкими швами, нужен опыт и соответствующего качества приспособления. Поэтому первое время я шел по пути сложному, но гарантирующему хороший результат. Собственно, я рассказывал про это не раз, но я думаю стоит повторить, что сегментные кольца я переклеивал в два этапа, создавая полукольца, которые в процессе дорабатывались как раз на большом круглошлифовальном станке, который восстанавливал угол полуколец ровно в 180 градусов, ну а после из этих частей клеились кольца, все углы которых имели идеальное сопряжение. Это отличный способ получить результат без специальных приспособ и заморочек. Кстати, не так давно и показывал, как сделать то же самое на циркулярке без использования тарельчатого станка. Но в те годы, помимо всяких мелочей, этот шлифовальник служил мне и вот таким образом. Соответственно, далее по технологии с сегментными кольцами идут стандартные манипуляции выведения плоскостей для последующей переклейки в финишную заготовку, для чего как раз незаменим барабанно-шлифовальный станок. Рейсмус тут категорически не подходит из-за необходимости деликатной обработки. Ну, конечно, можно проточить каждое кольцо на самом токарном, но это совершенно другие временные затраты, а сегментная токарка лично мне приносит кайф в других процессах, и выведение плоскостей колец должно быть технологичным. Далее я покажу, в каких случаях сегментные кольца без вариантов обрабатываются на токарном, но в большинстве случаев тут стоит подойти технологично, иначе вся любовь может просто пройти. Таким образом, первые пару лет в моем знакомстве с сегментной токаркой были с участием вот этого тандема. Причем тарельчатому еще и выпадала роль в финишном доведении оснований всяких вазочек после отделения от технологической бобышки. Вместе с этим, как ни странно, но именно барабанный станок познакомил меня с брошированием древесины. Это была уникальная функция, которая посредством замены рабочего вала станка позволяла устанавливать на него промышленные брошировальные щетки, которые вкупе делали уникальный аппарат с невероятной производительностью, а главной повторяемостью результата. На тот момент я еще не раскусил все прелести брошировки, но позже мне это свойство барабанников очень пригодилось. Соответственно, на тот момент довелось сделать только обзор таких возможностей. Шло время, аппетиты росли и с появлением большого токарного станка, который был тот самый именной от Геннадича, изделия просились соответствующие. Для чего был помененный барабанник на модель 1632, ширина обработки которого за раз уже позволяла прогонять заготовки шириной 400 мм. Вместе с этим на станке уже была реализована система SandSmart, которая благодаря обратной связи автоматически уменьшала скорость подачи транспортерной ленты, если основной двигатель начинал чрезмерно напрягаться. И это реально очень удобная штука, которая ускорила работу на станке и увеличила время жизнеобразива. Помимо деликатности обработки, шлифовальный станок отличается от рейсмуса возможностью работы практически со шпоном. Таким образом мне удавалось шлифовать материал до 2 мм толщиной и совершенно без опаски, что его поломает. А вообще станки такого типа могут тащить и меньше миллиметра. Впоследствии я стал практиковать такую обработку очень часто для создания элементов отделки мебели. Также неоспоримым плюсом таких станков является отсутствие ступеньки, хотя конструктивно на них также есть дополнительные валы. Но в данном случае они не подающие или принимающие как у рейсмуса, а тупо прижимные и не вносят никаких корректив в результат обработки. Однако шлифую короткие заготовки, надо понимать, что также как у рейсмуса есть некоторые ограничения по длине. То есть чрезмерно короткие заготовки, длина которых будет меньше или равна межвалому расстоянию, могут застревать между валами с нехорошими последствиями. Поначалу я это прочувствовал на своих сегментных кольцах, когда одно из малых колец горлышка вазы просто застряло между валов и ушло в брак. В итоге в случае с кольцами решается все это методом укладывания мелких колец внутрь больших и прогоняется вместе. Ну а если нужно прогнать короткую заготовку, то ее можно временно прикрепить термоклеем на что-то более длинное. Про минимальную рабочую высоту выяснили, что она начинается условно с миллиметра и теперь про максимум, который в отличие от рейсмусов заметно меньше ввиду консольного конструктива. В модели 10, 16 и 18 дюймов максимальная высота обработки ограничена 75 миллиметрами. В большинстве задач этого более чем, но вот когда я дошел до сложных сегментных сборок, толщина колец которых выходила за пределы рабочих возможностей станка, приходилось как раз вводить эти плоскости на самом токарном. Тут в ход идет раздвижная планшайба и жесткая прямая деревяшка с закрепленным абразивом. И вот таким образом выводятся поочередно обе плоскости сегментного кольца. Ну а далее, при переносе всех своих фанерных возможностей на мебель, барабанный станок стал активно применяться в создании элементов отделки, которые закрывали фанерный профиль. И что самое важное, после прогона даже на 80-м зерне, эти элементы уже не нуждались в дополнительной шлифовке. Фишка тут в том, что благодаря прямой подаче заготовки формируются сугубо продольные параллельные микрориски, которые можно сразу покрывать маслом. И другое дело, стандартная ручная шлифовка той же орпиталкой. Все знают, насколько кропотливым этот процесс может быть и особенно под отделку с темными колерами. Все огрехи тут будут видны невооруженным глазом в виде завихрений и спирали от абразива. Тут же такого нет, и это очень крутое свойство станка. В отличие от рейсмуса, который часто ограничен 300 мм, через барабанный станок консольного типа мы можем прогнать щит практически любой ширины. Это позволяло мне до упора сидеть на настольном рейсмусе и в таких случаях пользоваться только барабанником. И, опять же, отсутствие ступеньки тут особенно важно. Ну а когда у меня случился марафон по моему кессонному потолку для гостиной, мне дико пригодилась и функция брашировки, которая позволила прогнать куб хвойных заготовок, просто подавая их в станок. Конечно, тогда в моем случае был еще и рустик, и пришлось тремя болгарками обрабатывать псевдобалки не один день, но в целом основную работу по созданию равномерной текстуры на поверхности станок выполнил на ура. И, как я уже говорил выше, под брашировальные щетки идет отдельный вал, на который одеваются полимерные или стальные щетки в зависимости от задач. Меняя вал, нужно менять и консольный подшипник, для чего нужно иметь банальный съемник. Но процесс нечастый и не такой сложный. Да и в целом, я думаю, что всем тем, кому такие станки нужны именно для брашировки, один раз поменяют и все. В отличие от многих других, аспирацию такие станки требуют обязательно, иначе просто задохнетесь, особенно во время брашировки. Да и в целом, работать не получится, так как все просто забьется, так как отведения попросту нет, ввиду закрытого кожуха безопасности. Но работать с хвойными породами, где высоко содержание смолы, не рекомендую вовсе, абразив будете менять постоянно, и чистящий карандаш тут не поможет. Чуть больше трех лет назад, задумавшись всерьез о производстве, я снова поменял барабанный станок на самую старшую модель в линейке. Это уже был 2244, который мало того, что позволяет обрабатывать 550 мм в ширину за один проход и обладает самой жесткой чугунной консолью, так еще и имеет приятные фишки типа индикаторов высоты и нагрузки. Разумеется, станок уже куда производительнее и имеет 2,3 кВт мощности на основном двигателе. Ну а вместе с максимально для консольных станков шириной также увеличена и высота до 100 мм. Тут система обратной связи уже совсем умная и может делать все за вас, поэтому мы подачу выставляем на максимум, а в процессе препятствий станок регулирует скорость сам, где надо уменьшает, а когда препятствия пройдены, возвращает к заданной. Соответственно, с сегментными кольцами любого размера уже не было никаких проблем, но самое главное, что ближе к производству, когда я нащупывал разные темы, барабанный станок мне позволил отказаться от соединительных мостиков и проводить раскрой детали на ЧПУ станке с недофрезеровкой до жертвенного стола. Я оставлял соединительный слой в несколько десятков, чего хватало для удержания деталей в заготовке и в итоге сошлифовывал его, убивая сразу двух зайцев. То есть не приходилось подчищать мостик, и задняя сторона была автоматически шлифована и без сколов. То есть на барабаннике можно было прогнать фасадную часть массива и потом убрать соединительный слой, максимально облегчив пост-обработку. Это стало основной задачей для данного станка в нашей мастерской. Потом был момент, когда загорелся темой стилизации элементов высокой печати и фрезеровал буквы из различных пород дерева для отделки, столов и прочих поверхностей. Это был большой задел на будущее, но пока что неподъемный для меня как бизнес, ввиду огромных объемов и номенклатуры. В любом случае, тема очень необычна и в интерьере смотрится просто супер. Тут шлифовать приходилось просто немерено, зато мелкие буквы отпадали сами. Однако, в таких задачах необходимо снять заднеприемный стол, чтобы мелкие отделяемые детали не застряли между транспортерной лентой и этим самым столом, иначе всё может заклинить. Что касается срока службы абразивной ленты, то у нас стоит по умолчанию 80-е зерно и ходит оно месяцами до того момента, когда кто-то забудет и пустит узкую заготовку на всю скорость подачи, что почти всегда приводит к обугливанию участка ленты и её замене. Очистить это уже невозможно, и прыжок получается потому, что мы можем поставить большой съём, но за счёт узкой ширины станку будет не тяжело, и систему обратной связи не уменьшит скорость транспортера. В этот момент и будет чрезмерное трение и как следствие угольки. Выход тут только один, или плавно приближаться к заготовке, или изначально давать малую скорость подачи транспортера. Ну и в целом стоит пользоваться карандашом для очистки ленты, который, конечно, чистится чем угодно, хоть старым тапком, но специальный карандаш эффективнее всего, что проверено годами. Ну а что касается замены ленты, то тут всё просто. Всех станков есть система быстрой фиксации и натяжение ленты, и при некотором опыте замена занимает буквально 10 минут. Как правило, старую ленту я снимаю и, раскатав из рулона несколько метров новой, накладываю старую на новую, фиксирую прижимными струбцинами концы и отрезаю. По концам лента имеет косую форму, потому как наматывается также в косую, поэтому эту форму нужно точно повторить. Ну и капитальными советскими ножницами отрезаю всё лишнее. Также на ленте сзади есть стрелки, сигнализирующие направления намотки, но я не знаю, насколько это принципиально, но стараюсь соблюдать. Соответственно, за последние годы из появления в нашей работе станков с ЧПУ и различных экспериментов, барабанный шлифовальный станок стал таким же важным станком, как рейсмус или циркулярка, так как занимает не меньше рабочего времени на нём, а главное, он незаменим в своих задачах. Конечно, мы мечтаем о двухбарабанном станке, так как вместо пяти проходов, там нужно будет сделать лишь один. Но с момента, когда я мог себе позволить что-то менять или улучшать, цены улетели просто в космос. Однако в деревообработке появился лизинг, который раньше был доступен только металлистов, где средний чек куда выше, да и математика их деятельности для банков куда привлекательней. Но теперь есть возможность и у деревянщиков взять оборудование от 300 тысяч рублей. И в отличие от кредита, никаких заморочек, залогом является само оборудование. Ну а в свете последних лет, когда цены только растут, переплат тут нет, а есть только экономия на НДС и налоги на прибыль, так что имейте это в виду. Ну и не забывайте, что весь ноябрь раздают всякие плюшки в виду всяких чёрных пятниц. Вот такое на сегодня видео и не забывайте про наш интернет-магазин, где до конца года действуют отличные предложения, когда почти в каждой покупке можно получить большую минажницу или вторую доску в подарок. Носок с драконами всё меньше, но, возможно, успеем сделать ещё. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи.